Добрый день. Как самочувствие? Хорошо. Готова к процедуре? Готова. Сейчас померяем давление. Хорошо? Хорошо. Екатерина до сих пор не верит, что оказалась в больничной палате. Профилактический осмотр у гинеколога она прошла еще в мае прошлого года. Врачи отклонения не выявили, однако результат одного из анализов вызвал сомнение. По совету специалистов, женщина пришла на повторный осмотр через шесть месяцев. Опасения оправдались, показатели ухудшились. Я уже все стадии прошла, переживания, принятия и так далее. Нет, сейчас настрой такой, чтобы прошла операция, восстановиться и желательно сюда проходить только для контроля. Она у меня легкая достаточно, то есть сегодня меня еще ночью понаблюдают, завтра меня должны выписать. Рак шейки матки – опасное заболевание. Наукой доказано, что причиной его развития является вирус папиллома человека. Пути передачи – это контактный и половой. Причиной развития патологий становятся так называемые высокоонкогенные типы вируса – 16-й и 18-й. Они вызывают серьезные изменения в клетках, которые повышают риск развития онкологии. Надежный способ защититься от ВПЧ – пройти вакцинацию. Наибольший эффект достигается от 9 до 14 лет. Она предупреждает риск инфицирования вирусом папиллома человека, но не оказывает лечебного действия на уже имеющуюся ВПЧ-инфекцию и на заболевания, которые уже возникли на этом фоне. Основным методом лечения рака шейки матки является хирургическое удаление опухоли. Однако есть и другие способы борьбы с недугом. Например, фотодинамическая терапия. Процедура проводится под эпидуральной анестезией. Человек находится в сознании, но перестает чувствовать нижнюю часть своего тела. Внутривенно вводит контрастное вещество. Оно накапливается только в тех участках, где присутствует очаг воспаления. Затем в ход идет лазер. Под воздействием его света происходит разрушение раковых клеток. Если небольшие участки можно за один раз, скажем так, его обхватить, и процедура может занять около 20 минут. В случае, когда поражение большое, каждый участок обрабатывается поэтапно с экспозиции 20-30 минут. Специалисты отмечают – рак – коварное заболевание. Обычно оно протекает бессимптомно. И только на поздних стадиях состояние пациента резко ухудшается. Поэтому единственный метод обезопасить себя – регулярно проходить медицинские осмотры. Увы, симптомы появляются только тогда, когда процесс запущен. Почему мы и говорим, что необходимо проводить профилактическое посещение. Диспансерный осмотр не реже, чем раз в год. Выявляя на первой, второй стадии, мы можем полностью излечить до 95% случаев. По ходу к гинекологу женщине следует планировать заранее и ориентироваться на цикл менструации. На прием лучше записываться за пять дней до, либо через неделю после ее окончания. Именно этот период считается самым благоприятным. Во время осмотра врач возьмет мазок на онкоцитологию. Взятие материала берется с зоны стыка, чтобы в препарат попали клетки плоского и цилиндрического эпителия. Вирус проникает именно в этой зоне, в глубокие слои плоского эпителия, поражает эти глубокие слои плоского эпителия, нарушая деление и созревание клеток. Если в биоматериале обнаруживаются раковые клетки, то пациента отправляют на дополнительное обследование. Выбор метода лечения проходит на врачебном консилиуме и проводится в условиях стационара. Ксения Баканова, Петр Поломеев. События.